На предыдущих занятиях мы говорили об анализе внешней среды, в которой приходится действовать организация. Пришла пора перейти к анализу внутренней среды. Разработка вариантов стратегии организации имеет смысл только в том случае, когда существует уверенность, что предложенные варианты могут быть в той или иной мере выполнены, осуществлены. И это возможно только тогда, когда проекты носят реалистичный характер, выполнимый характер. И это зависит, конечно, от потенциала развития организации. Степень реалистичности проекта стратегии определяется потенциалом развития организации, существующей в настоящее время. Или перспективами укрепления позиции организации в обозримом будущем, расширения спектра ее деятельности. Возможности организации в осуществлении стратегических планов определяются состоянием ее внешней и внутренней среды. Внешняя среда, как мы с вами помним, характеризуется отношениями с поставщиками, заказчиками, конкурентами. То есть, в конечном итоге, возможностями и угрозами, анализировать, которые необходимы для стратегического развития. То внутренняя среда организации характеризуется сильными и слабыми сторонами самой нашей организации, вашего предприятия, фирмы, компании. Определение этих сторон называется анализом организационных ресурсов или внутренним анализом. Внутренний анализ — это большое количество взаимосвязанных переменных, которые могут быть объединены в несколько групп. Важнейшими из этих групп будут следующие компоненты. Прежде всего, это ресурсы и организация корпорации. Второй компонент — это рынки и избыт, контакты с которыми существуют у вашего предприятия. Третий компонент — это финансирование, его реальные источники, реальные расходы, его реальная структура. То, что в вашей организации существует как реальная данность. Следующий, ключевой этап — это производство, операции и технические аспекты. И не менее важный аспект — это персонал. Рассмотрим последовательно компоненты или факторы каждой из этих групп. Ресурсы и организация корпорации. Первым важнейшим компонентом здесь является образ корпорации. Ее престиж на рынке, в общественном сознании, в сознании покупателя. Следующий компонент — это размеры корпорации. Насколько она велика, какой сегмент она занимает в своей отрасли. Третий компонент — это наличие в корпорации гибких структур, которые способны подстроиться под изменения окружающей ситуации. Следующий компонент — это наличие в корпорации собственных исследований и разработок, которые являлись бы эффективными для ее деятельности. Следующий компонент — это эффективные системы управленческой информации. Наличие системы обмена информацией между управляющими структурами является одним из ключевых ресурсов организации. Следующий компонент — это уровень подготовки высшего руководства. Это никогда нельзя сбрасывать со счетов. Затем это стандартные, рутинные процедуры деятельности. От того, насколько они отлажены, безусловно, зависит деятельность организации. И последний, но не последний по значимости компонент — это система контроля и планирования деятельности предприятия. Следующая группа важных компонентов — это рынки избыт. И первым компонентом здесь будут усилия, прилагаемые для успешной продажи и послепродажное обслуживание. Затем идет знание потребностей покупателя. Широта ассортимента продукции компании. Качество и репутация продукции. Качество обслуживания покупателей. Эффективное распределение и размещение. То есть маркетинг. Потенциал стимулирования спроса. И, наконец, защита интеллектуальной собственности. Патентная защита и так далее. Следующая группа ресурсов — финансирование. Здесь важно проанализировать гибкость структуры капитала. Каково соотношение нашего стартового, оборотного и так далее. Насколько мы можем их соотносить и ими оперировать. Общий финансовый потенциал. Структура роста. Масштабы нашего финансирования. Рентабельность, то есть отношение цены к прибыли на единицу стоимости. Например, на акцию. Объемы собственных средств. И дивидендная политика. Следующая группа объектов анализа — это производство, операции и технические аспекты. Важнейшим аспектом здесь является наличие материалов и материальные затраты. Следующий аспект — это затраты на производство и обработку. Чрезвычайно важно поведение кривой роста производительности. Она связана с гибкостью производственного процесса. Важную роль, особенно в условиях экологической политики, имеет переработка побочных продуктов и отходов. Важно использование производственной интеграции. Важны характеристики технологии производства. Важны усилия по разработке продукции. Инновационные усилия. Это неполный, но, видимо, характеризующий основной спектр аспектов производства перечень. И следующая группа предметов анализа связана с персоналом. Огромную роль играют, разумеется, навыки и опыт руководителей, а также навыки и опыт занятых на производстве людей, рабочей силы. Важны затраты организации на рабочую силу и динамика этой рабочей силы, и динамика этих затрат. Насколько растет заработная плата, насколько растут поощрения, как характеризуется политика штрафов, бонусов и других вариантов. Очень важны отношения с профсоюзами. Они могут принимать, как мы сейчас знаем, достаточно разнообразный характер. Важны измерения количественные. Количество служащих и его рост или снижение. Очень важна приверженность служащих интересам организации. Очень важен вид контракта со служащими. Служат они на постоянной основе, временной, или по каким-то иным видам договоров. И, наконец, очень важен уровень овладения несколькими профессиями. Этот фактор приобретает все более возрастающее значение в современном производстве. Все эти факторы не исчерпывают тему анализа внутренних ресурсов организации, но дают о ней достаточно полное представление. Они представляют ключевые проблемы, которые нужно принимать во внимание при проведении внутреннего анализа. Далее мы рассмотрим эти проблемы подробнее. Внутренний анализ – это часть стратегического анализа. И он не только обеспечивает основу процесса стратегического управления, но он дает вашей организации идеи будущей стратегии. Он приспосабливает преимущество вашей организации к благоприятным возможностям окружающей среды в будущем. В этом смысл соотнесения внутреннего анализа со внешним. И, с другой стороны, в качестве обратной связи анализ внутренних сторон организации позволяет учитывать, предполагать направление ее совершенствования, воздействовать на слабые стороны организации, с тем, чтобы адекватнее адаптировать ее к изменениям внешней среды. Итак, стратегическая значимость ключевых элементов организации может быть представлена следующей схемой. Во-первых, это цели, задачи, которые стоят перед организацией. Затем, это ее структура, ее финансовые ресурсы, ее трудовые ресурсы, ее конкретная производственная деятельность, сбыт, который у нее наличествует, исследование и разработки, которые ведет эта организация, и те системы и процедуры, которые используются при реализации всех этих аспектов. Рассмотрим содержание всех этих ключевых элементов детально. Итак, цели или задачи часто определяются как эталонные точки для оценки показателей развития предприятия. Характеристики целей и задач таковы. Это измеряемость, прежде всего, разумеется, количественная измеряемость в считаемых единицах. Другая характеристика, это достижимость. Третья характеристика, это уместность. И важная характеристика, о которой чаще всего забывают, это коммуникативность, сообщаемость этой цели другим субъектам предпринимательской деятельности. Цели, их конкретная и корректная постановка должны сделать возможным измерение корпоративных показателей. Часто проводят разграничения между широкими и узкими, реально существующими и заявленными целями. Эти разграничения не должны быть критичными. Развлечения такого рода не должны быть слишком широкими для того, чтобы политика организации была успешной. В литературе по стратегическому управлению обычно под целями понимают жестко определенную последовательность действий для достижения узкоконкретных локальных целей. Однако есть и другое представление. Трактующие цели более широко. Причисляю к ним, например, формулировку глобальных целей, которые могут быть более полезны для фокусировки стратегии, чем для использования в качестве средства измерения достижения целей. И поэтому часто сделанные организацией заявления оцениваются по их эффектности, по их внешней форме. И поэтому важно проводить различия между эффектностью и эффективностью, между поставленными и осуществленными. Это подчеркивает тот факт, что заявленное еще не эквивалент сделанному. И деятельность организации должна при корректно проводимом стратегическом анализе рассматриваться с точки зрения иерархии целей. Иерархия целей состоит из цепочки от конкретной цели, от конечной цели до средств ее достижения. На протяжении этой цепочки мы встретимся с рядом конкретных и прагматически сформулированных целей. Таким образом, цели более низкого порядка служат средством для достижения целей более высокого порядка. Вот иллюстрация, которая показывает связь иерархии целей с областью применимости каждого типа целей и предназначением для решения конкретных организационных проблем. Рассмотрим в качестве типа цели смысл существования организации. Тогда ее приоритетной задачей будет первоочередное удовлетворение держателей акций в первой очереди. А примером такой цели послужит повышение благосостояния держателей акций с темпом, превышающим инфляцию. То есть, их реальное обогащение. Декларация намерений для держателей акций будет в таком случае ставить перед собой задачу удовлетворения держателей акций второй очереди. А примером реализации такой цели будет, например, скажем, выплата зарплаты выше отраслевой нормы и обеспечения хороших условий работы. Цель решения проблем избыта будет соответствовать задаче создания собственного лица организации. А примером ее реализации будет постановка задачи сконцентрироваться на качестве, ориентироваться на покупателя. Корпоративная цель будет иметь приоритетной задачей повышение стоимости капитализации компании и повышение ее прибыльности. Как будет реализовываться эта цель? Она будет выражена, например, в такой оперативной задаче. Конкретный уровень прибыли после налогообложения на собственный капитал должен быть не ниже определенного процента. Скажем, десяти. Стратегические цели могут быть связаны со следующими приоритетными задачами. скажем, это долгосрочное финансовое и промышленное развитие продукции или рынка. Примером такой цели может быть следующее. Завоевать 3% рынка в последующие два года. сформулировать коллектив работников в течение двух или трех лет. Тактические цели, которые соответствовали бы этим стратегическим, могут быть связаны с целевыми показателями подразделений корпорации. А примером таких целей могут быть совершенно конкретны. Уменьшить количество пропусков посещения работы прогулов на определенный процент, уменьшить процент брака на определенную величину и так далее. Таким образом, иерархия целей показывает, что они трансформируются в задачи более низкого порядка для функциональных служб или подразделений. внутри организации. Поэтому между службами, как и между корпоративными и оперативными целями, между стратегическим планированием и тактическим планированием должна существовать внутренняя взаимосвязь. Важнейшая цель внутреннего анализа это выявление соответствия между структурой организации и реализуемой ею стратегией, между которыми существует определенная связь. Изменение в стратегии неизбежно приведет к определенному изменению структуры. организации с ограниченными рынками сбыта продукции, организации с простыми операциями имеют тенденцию к формированию линейно-функциональной структуры. Вопросы к стратегии они централизованы. Решения исходят из центра. По мере развития организации появляется тенденция к децентрализации ее структурных подразделений. Они стремятся к самостоятельности. И по мере того, как организации становятся более дифференцированными по структуре, по мере того, как их подразделения приобретают большую самостоятельность, организации становятся более разветвленными в вопросах стратегии, и они становятся более свободными в выборе своих структур. Они используют менее жесткий контроль и более ценят информированность, обратную связь в информации, творчество своих сотрудников. Сегодня считается, что средствами решения таких задач является создание матричных и сетевых структур. Процесс внутреннего анализа должен быть сосредоточен на вопросе, подходит ли структура организации следованию выбранной стратегии и реализации этой стратегии. Анализ организационной структуры – это, прежде всего, анализ результатов работы, которые тесно связаны со структурными проблемами. Для выяснения того, каким образом структура соответствует целям организации, целесообразно получить ответы на следующие вопросы. Например, на основе каких принципов выявляются подразделения компании? Какой объем продукции приносят отдельные подразделения? Соответствуют ли результаты деятельности компании, деятельности этих подразделений, показателям эффективности и прибыли, получаемыми компанией в целом? Финансовые ресурсы, как и структура, являются основой обеспечения стратегии корпорации. В этом контексте работа финансовых служб состоит из действий, связанных с финансированием производства компании и порядком использования этих средств. Оценка финансовой деятельности сосредотачивается на следующих вопросах. Какие виды решений по финансированию и инвестированию выполняются финансовыми службами? Каков состав капитала и какие воздействия это будет иметь на будущие выплаты и дивиденды? Какие методы оценки и модели доступны для оценивания инвестиционных решений? Сбор какой информации осуществляется финансовыми службами и как они обеспечивают стратегический процесс? Какая информация предоставляется финансовыми службами и кому она предоставляется? Следующий важнейший аспект – это финансовые ресурсы. Трудовые ресурсы финансовые мы уже рассмотрели. Важнейшая задача деятельности в области трудовых ресурсов состоит в обеспечении того, чтобы организация располагала требуемым количеством работников, требуемым количеством персонала необходимого уровня, и чтобы персонал соответствовал потребностям стратегии организации. В контексте реализации стратегии организации необходимы работники, которые обладают следующими качествами, способностями, навыками. Во-первых, важно, насколько работники привержены целям организации, насколько они верят в ее ценности, насколько они компетентны в работе, насколько они обеспечивают экономию затрат, насколько они могут обеспечить стратегическое изменение, и насколько они обладают навыками, которые являются источниками конкурентного преимущества организации. Оценка работников может определяться традиционными критериями, такими как пропуск работы, прогулы, моральные характеристики, отношение к производству, активность работы в составе группы, освоение других специальностей, отношение к переменам, инновациям. Все эти качества и свойства являются достаточно хорошо освоенными в традиционном кадровом управлении. И сбрасывать их со счетов сейчас не являлось бы рациональным, поскольку те характеристики стратегического управления, которые приходят к нам в учебниках западных специалистов, не дают здесь никакой противоречащей информации. Поэтому, резюмируя таким образом оценку персонала, который, я надеюсь, у нас еще будет случай вернуться, мы переходим к следующему параметру, к оценке производственной деятельности. Производственная деятельность, в конце концов, является основной функцией любой организации. И она представляет собой превращение исходных материалов в товары и услуги, которые можно реализовать на рынке. Стратегическая значимость производственной деятельности определяется следующим. Во-первых, гибкостью и готовностью к внесению изменений в производственную и оперативную деятельность. Во-вторых, наличием и быстрым внедрением производства высоких технологий и автоматизации. В-третьих, удовлетворением потребностей и ожиданий покупателей. И, наконец, обеспечением высокого качества при минимальных затратах, а также быстрой и надежной доставкой товаров или услуг. Стратегический анализ производственного процесса сосредотачивается на следующих аспектах. Это, прежде всего, удельная и общая эффективность оборудования предприятия и его производительность. Это структура производственных затрат. Это проблема дефицита или избыток производственных мощностей. Местоположение предприятия. Эффективность обслуживания. Контроль качества запасов и планирования производства. И квалификация производственного персонала. Что касается сбыта, то роль маркетинга в процессе стратегического управления определяется следующими функциями. Во-первых, это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей покупателя. Затем, это ответственность за позиционирование товара или услуги на рынке этих товаров или услуг. Это предоставление важной информации руководству для процесса обеспечения стратегии. И, наконец, это ответственность за осуществление маркетинговой стратегии организации, за функционирование всего маркетингового комплекса. Маркетинговый комплекс, товар, цена, место и стимулирование, являются уникальным для каждой организации. И для потребностей каждого сегмента рынка. Использование своей деятельности маркетингового комплекса позволяет организации добиться конкурентного преимущества. Еще один важный аспект – это исследования и разработки, проводимые в организации. Наиболее успешные организации постоянно вводят прогрессивные новшества во все области своей деятельности. Собственные исследования и разработки – один из путей к этому, возможно, наиболее перспективный. Необходимость исследований и разработок для организации вызывают обстоятельства, когда исследования и разработки подразумевают вложения, для которых необходимо найти соответствующий уровень финансирования. И когда они обеспечивают другие стратегии или методы их обеспечения, касающиеся совершенствования продукции. Ключевое стратегическое решение предполагает ответы на вопросы, сколько расходовать на исследования и разработки, и как распределять эти ресурсы. Вопросы, которые нужно учитывать, когда оценивается подобная деятельность, включают следующее. Имеют ли исследования и разработки четкую рыночную ориентацию? Какова технологическая компетенция данной службы? Каков уровень знаний и опыта тех, кто руководит исследованиями и разработками и проводит их? Пригодна ли структура этих исследований и разработок? Насколько успешна деятельность службы по исследованиям и разработкам? Следующая область внутреннего анализа – это системы и процедуры. Эта область ресурсов в организации часто не принимается во внимание или ей уделяется недостаточно внимания, но она является важной их частью. Прежде всего, необходимо выделить наиболее важные системы – информационные, коммуникационные, составления сметы. Чтобы оценить стратегическое значение этих основных организационных систем, надо ответить на следующие вопросы для информационных систем. Соответствуют ли они стратегическим потребностям организации? В правильной ли форме представляется информация? Обладает ли система способностью предоставлять информацию в реальном времени? Доступна ли информация там и тогда, когда она необходима? Гибка ли и приспособляема ли система? Может ли она справиться с новыми данными и обработать их? Что касается системы коммуникации, задействованной в организации, Вопросы здесь таковы. Насколько действенно и эффективно работают системы коммуникации? Например, документы оборота. Имеются ли в организации горизонтальные системы коммуникации от сотрудника к сотруднику, а не только от начальника к подчиненному? Имеются ли какие-либо структурные препятствия для эффективной коммуникации? Насколько развита система неформальных коммуникаций? Причем этот вопрос может иметь, разумеется, дворякое значение. Иногда неформальные коммуникации могут идти во вред стратегическому развитию организации, и поэтому руководство обязано их отслеживать для того, чтобы обернуть их на пользу. Соответствует ли система коммуникаций стратегическим потребностям организации? Вот это, видимо, обобщающий вопрос, подводящий итог коммуникационным системам. И следующий важный аспект – это системы составления сметы. Позволяют ли они устанавливать разумные цены на новую продукцию? Заранее определить эффект предлагаемых изменений в продажах или ожидаемых изменений в затратах? Позволяют ли они оценить влияние решений об уровне обслуживания с точки зрения затрат? Позволяют ли они определить воздействие решений о капиталовложениях на прибыль и убытки? Наконец, дают ли они адекватные, точные и своевременные прогнозы? Итак, суммируя все эти аспекты, можно констатировать, что целью внутреннего анализа является устранение различий между системными задачами организации и ее стратегическими задачами. И в ходе устранения противоречий, устранения этих разногласий, фиксируются следующие этапы. На протяжении этого занятия мы говорили об аспектах, которые необходимо принимать во внимание при проведении внутреннего анализа. В заключение, мы обобщим включенные во внутренний анализ пять хронологических этапов. Первый из них таков. На нем определяется, какие характеристики организации должны быть оценены. И этот список может быть весьма значительным. Но он ограничивается, во-первых, определенными для стратегического анализа задачами исследования внутреннего организационного окружения, внутренней среды. И, во-вторых, финансовыми возможностями для проведения такого исследования, которое может быть весьма сложным и дорогостоящим. На втором этапе уясняется, с какими организационными единицами мы имеем дело. Чаще всего рассматриваются три организационных уровня. Это отделы, участки или подразделения и отдельные служащие. На третьем этапе уточняется, какие типы измерений могут проводиться. Используются три типа измерений. Это наличие атрибута, действенность или результативность атрибута и его эффективность. Четвертый этап состоит в определении того, какие критерии используются для оценки сильных или слабых сторон. Например, это может быть исторический опыт карьеры компании, ее портфолио. Не менее важный аспект – это прямая конкуренция, с которой сталкивается компания. Важный аспект – конкуренция внутри организации. Важный, хотя зачастую недооцениваемый аспект – это мнение консультантов. И важный, хотя зачастую переоцениваемый аспект – это мнение директоров. Есть также нормативные оценки, основанные на оценке существующего опыта, и есть специфические задачи, такие как смета, участие в различных политических программах и так далее. Пятый этап – тот, на котором уточняется, каким образом организация может получить информацию для того, чтобы сделать оценку. Здесь возможно использование широкого спектра источников, среди которых основными являются следующие – это контакты с покупателями, личное наблюдение, опыт, системы контроля, совещания, официальные экономические показатели, позиция служащих, позиция вышестоящего руководства, собрание совета руководящего организацией, мнение консультантов, мнение средств массовой информации, журналы, книги. Резюмируя сегодняшнюю лекцию, я хочу подчеркнуть. Важным этапом стратегического анализа является исследование внутренней среды организации. Оно предполагает изучение организационных ресурсов, рынков, сбыта источников финансирования, производства, операций и технологий. Ключевые элементы стратегического анализа в этом аспекте определяются как организационные цели и задачи. Финансовые ресурсы, система сбыта, характер производственной деятельности, исследования и разработки, организационная структура, трудовые ресурсы, системы и процедуры. Внутренний анализ предполагает осуществление ряда этапов, это выяснение стратегически важных характеристик организации, анализ организационных уровней, определение типов изменений, формулирование критериев оценки сильных и слабых сторон организации. все это должно обеспечить позитивные основания для развития организации, о чем мы поговорим на следующих занятиях. До свидания, дорогие телезрители. До свидания, дорогие телезрители.